А теперь я хотела бы представить вам нашего дорогого гостя из Соединённых Штатов Америки. Это Андрей Андреевич Пянтковский, известный российский журналист и политический деятель. Пожалуйста, Андрей Андреевич, слушаем вас. Спасибо, дорогая Аминат. Но я хочу начать с того, что вас немножечко поправить. Я всё-таки ваш дорогой гость из России. Дело в том, что я вынужден был покинуть Россию, когда следственный отдел ФСБ обвинил меня в двух преступлениях. Экстремизм и создание экстремистской организации. Я, моё положение сейчас, эмигрант в Соединённых Штатах. Вот ирония судьбы для меня, особенной болью в этой вынужденной миграции, было, что это обвинение ФСБ вынесло мне по доносу чеченца. По доносу вице-спикера чеченского парламента господина Даудова, который обратился к российским правоохранительным органам с призывом немедленно арестовать меня. Ну, это не моя только боль, это трагедия всей Чечни, какую роль играют в ней предатели на службе у российских властей. Вы предложили четыре темы. Да. Я вот остановился на теме войны, российские войны против Чечни и их последствий. Я хочу несколько слов сказать именно о второй войне, о той, которая началась в 99-м году. Она как раз выделяется своими глобальными последствиями. Если первая, Ельцинская война, но она была достаточно традиционная российская колониальная война со своими жестокостями преступлениями. И, между прочим, правильно было сказано уже сегодня, она абсолютно не пользовалась популярностью в России. Было очень широкое антивоенное движение. И это, вы помните, вот Немцов собирал, тогда мэр Немцова, Нижнего Новгорода собрал 2 миллиона подписей против войны. И это протестное движение вынудило, вместе с сопротивлением ченского народа, конечно, пойти Ельцина на переговоры, остановить войну. И даже в 97-м году был заключен исторический договор между Ичкерией и Россией, между подписанным Ельцином и президентом Асхадом. Мы вот несколько лет примерно в этом же составе проводили конференцию, посвященную этому договору. И казалось, что, в общем, российское общество и даже его руководство как бы осознало не только ошибочность, но и преступность того, что они творили в течение этой войны. И я вот напомню вам такое обстоятельство, которое, боюсь, что многие из вас даже забыли. Вот май 99-го года в Государственной Думе проводится голосование по импичменту президента Ельцина. И основное преступление, там было 4 преступления, вмененных ему, и основное – это война в Чечне, война в Чечне против чеченского народа. И вот это преступление по четвертому пункту, он почти был подвергнут импичменту. Для импичмента требовалось 2 трети голосов, и вот не хватило только 3-4 голоса. То есть значительное большинство депутатов Думы, а это были, так сказать, не самые такие люди правозащитной философии. Это была такая российская политика, партия не номенклатура. И все партии, от коммунистов до Яблока, они присоединялись к этому требованию. 3 голоса не хватило для импичмента Ельцина за развязанной войне в Чечне. Это был май 92-го года. Кто мог в это время подумать, что новая война начнется через 4 месяца, в сентябре того же года. Вот эта война выделяется тем, что она стала инструментом для прихода к власти совершенно новой группировки, откровенно фашистской группировки чекистских фашистов. Вот тех людей, которые бы, не сомневаясь, устроили тяне Альмынбы в 91-м и никогда бы не пошли на перемирие в 96-м году. И был использован, об этом уже говорил Дэвид, чудовищный инструмент. Эти негодяи взорвали сотни русских людей, спящих в своих домах и возложили вину за это преступление на чеченцев. Организатором был человек, который сейчас номер два в российской власти, это господин Патрушев. Он был схвачен за руку в Рязани, когда пытался взорвать четвертый дом. И его сотрудники были арестованы местной полицией. И он приезжал в Рязань, чтобы... Да, более того, министр МВД уже объявил, как о большой победе полиции, о предотвращении террористического акта в Рязани. После этого Туда Патрушев поехал своей властью, выручил их и выступил по телевидению, сказал, что это были учения. Как же могло общество, в котором еще существовала относительная свобода слова, поверить в эту чудовищную ложь? Дело в том, что предательство по отношению к России, к Чечне, к своей совести совершило не какие-то отсталые, необразованные массы, а вот либеральная часть общества. Помните знаменитую фразу кумира российских либералов Чубайса? Наша армия возрождается в Чечне, и каждый, кто выступает против, это предатель. Эти слова предатель были обращены в том числе и ко мне, и к руководителю моей партии, Явлинскому, единственная партия, которая выступала против войны. Вот эта либеральная, в кавычках, часть общества была охвачена идеей, что вот мы идем в Европу, вот появился кандидат Путин, выступающий за рыночную экономику, ну а вот для того, чтобы поднять его рейтинг, нужно продемонстрировать возрождение российской армии. Такова же была реакция Запада, вот приходит к власти прогрессивное руководство, которое нужно поддержать, ориентированное на сотрудничество с Западом. Ну что Чечня, мало ли преступлений творится во всем мире, на это нужно закрыть глаза. Но дело в том, Запад тогда не понимал, да и до сих пор до конца не понимает всю программу, зачем эта группировка. Путин даже был там неведущим человеком, он был как бы таким фронтменом этой группы. Зачем эта группировка приходит к власти? Она приходит к власти с целью, она сейчас это не скрывает, с целью реванша за поражение в Третьей мировой войне, холодной войне. Оно задумало план Четвертой мировой войны, восстановление своего господства на всем постсоветском пространстве и шире, и победы над ненавистным Западом. Так какой же инструмент искало государство, отстающее во всем технологически, более слабое в кондициональных вооруженных силах для того, чтобы, как они и полагали, бросить в Западу и одержать над ним победу? А ядерное оружие, ядерный шантаж. Вы спросите, но оружие, ядерное оружие всегда существовало и у СССР, и США, и они могли уничтожить друг друга. И именно поэтому они поняли, что его невозможно применять, и в этом был урок Калибрского кризиса. Но чекисты решили модернизировать ядерную стратегию. Они решили, нет, мы не будем идти на взаимное гарантированное уничтожение, мы будем шантажировать Запад. Мы вяжемся с ним в схватку. Например, пойдя в Прибалтику, уже тогда эти планы были очевидны. И когда Объединенный Запад будет предустоять нам своими более сильными коннациональными силами, мы прибегем к ядерному шантажу. Мы или будем угрожать бросить одну бомбу на один европейский город, или бросим. И Запад содрогнется и не посмеет нам ответить и отступить. То есть преимущество наше в политической воле, в готовности шантажировать, их стратегия была, она остается сейчас. Вот это надо понимать. Та война, Четвертая мировая война, объявленная чекистскими фашистами Западу, она началась именно в сентябре 99-го года. И Чечня была этой первой жертвой на пути русского фашизма. Мы поставим Запад в критический момент своим ограниченным ядерным ударом перед выбором или капитуляция, или взаимное гарантированное уничтожение. Если они нам отвечают, ну что ж, как сказал Путин, мы попадем в рай, а они все просто сдохнут. И они уверены во многом, что в этот решающий момент Запад отступит. Вот Чечня была их первым шагом на пути реализации этого программа реванша. Россия встает с колен, российская армия возрождается. Чечня сопротивлялась несколько лет, защищая и себя, и весь мир от русского фашизма. Но благодаря тому колоссальному предательству, о котором мы говорили, противостояние Чечни было сломлено. И Москва немедленно получила возможность развивать свою агрессию дальше. Путин объявил войну Западу, открыл свои намерения на речь в Мюнхене в 2007 году, когда ему удался проект Кадыров, и он считал, что он усмирил окончательно Чечню. И именно тогда, в 2008 году, началась война против Грузии, потому что раньше Путин не мог ее начать, оставив в ТУ сражающейся Чечню. И следующей масштабной жертвой была Украина. Война началась в 2014 году и продолжается до сих пор. Параллельно, выходя уже на мировую арену, Путин совершил агрессию в Сирии. И что характерно, чем еще была Чечня, какой еще она была школой для русской армии, возрождающей русской армии? Школой невероятной бесчеловечной жестокости. Мы все помним, например, что было в селе Комсомольска, когда... Ну, эти звезды были описаны. Я сам писал на эту тему статью в «Новой газете», основываясь в том числе и на работе Анны Политковской, которая свой подвиг совершала, ежедневно описывая зверства русских фашистов. Но это, к сожалению, наши голоса были одинокими. Это не произвело впечатление ни на русское общество, ни на западных. Но это на наш голос хорошо запомнили ваши предатели. Я уже говорил, что меня выгнали из России по доносу чеченца, а Политковскую тоже убили чеченцы по приказу этих предателей. И это было частью извращенного плана российской власти. Так много было тяжелых выводов и плохих новостей сказано сегодня на нашей конференции. Я хочу, может быть, заканчивая, рассказать об одном хорошем. Позавчера путинская армия отползла от границы Украины. Две недели они сосредотачивали громадные силы, запугивая украинский народ и украинские власти, принуждая его к капитуляции. Их, они нашли, как всегда, они находят какой-то изощренный прием надругательства над тем народом, на кого они нападают. Случай в Чечне это было создание так называемого ОРДО и шантажа украинцев с целью втолкнуть этого ракового опухоли внутрь тела Украины, чтобы ее разложить и полностью подчинить. Андрей Андреевич, не слышно? Вы меня хоть слышите? Я слышу вас прекрасно. Давно вы меня не слышите? Не-не, нормально. Андрей Андреевич, мы вас слышим хорошо. Мы вас, я все время вас слушаю. Слышим? Да, очень хорошо слышно. Да. Это у нас с микрофоном что-то, наверное. Путин был вынужден отступить, потому что украинское общество солидаризовалось, и он бы встретил там очень серьезное сопротивление. Не менее, такое же серьезное, как сопротивление чеченского народа. Но 50-миллионному народу все-таки легче противостоять армии огромного агрессора, чем 1-миллионному. Это не конец истории. Это не конец той Четвертой мировой войны, которую путинские фашисты объявили всему миру. Но это, как сказал когда-то Черчилль, beginning of the end, начало конца. И произошло это, еще раз подчеркиваю, не благодаря угрозам Запада и солидарности Запада. Она, как всегда, эта солидарность была недостаточной и уклончивой. Но вот вы смотрите, мы все говорили, основным лейтмотивом сегодняшнего выступления были эти чудовищные преступления, совершаемые уже больше 20 лет путинским режимом. И, наконец, один из президентов Соединенных Штатов смог так, как бы, немножко что-то хмыкнув, назвать Путина убийцей. Ну и что же, через неделю он практически почти извинился. Он звонил Путину, называл его лидером великого государства, с которым он хочет сотрудничать по ряду вопросов. Да, сказав слова о поддержке Украины. И даже распорядился послать два эсминца в Черное море. Но потом, через день, решил их отозбать, чтобы не слишком обижать убийцу, которого он вчера принимал как участника совещания по климату. Поэтому основная сила сопротивления путинскому режиму, этой мировой системе зла, это сегодня, это украинский народ. И он сражается за всех нас. Конечно, масштаб этих уголовников из питерской подворотни, он уступает масштабу таких исторических злодеев, как Гитлер или Сталин. Но они не менее опасны, потому что, в отличие от Гитлера и Сталина, у них есть ядерное оружие. И вот эта уклончивость Запада, она во многом объясняется этим ядерным шантажом. Путин изражает себя сумасшедшего. Я буду готов бросить ядерную бомбу, если вы будете слишком жестко меня приживать. И они с этим вынуждены считаться. А что касается привлечения преступников к ответственности, то гитлеровские преступники были привлечены к ответственности Нюрнбергу после поражения гитлеровской Германии. И путинские преступники тоже будут привлечены только после поражения. И вот их неудача покорения Украины, от которой они не откажутся и будут предпринимать дальнейшие шаги. Но вот вчерашнее отступление – это то начало их конца, то начало того военно-политического поражения фашистского режима в России, которое и закончит эту нескончаемую цепь преступлений и приведет их на скамью подсудимых. Слава Украине! Спасибо большое, Андрей Андреевич. Очень хорошую новость вы нам сообщили по поводу российских войск украинцев Украины. Спасибо, Андрей Андреевич. И еще хотела бы вам сказать, что мы очень сожалеем, что так называемые чеченцы из чеченской нынешней администрации – это для нас та же власть, что и Путина. То есть это одно целое – Путин и то, что сейчас есть в Чечении. Поэтому они нам такие же противники, как и вам. И мы об этом очень сожалеем. Аминат, можно я скажу два слова по поводу комментариев. Андрей Андреевич, спасибо большое. Спасибо огромное за весь вклад, который вы внесли и вносите, пытаясь донести правду до всего мира по Чечне, по тому, что происходит в России. И то, что вы живы – это действительно большая удача в этой ситуации, что Всевышний вас сохранил, сохранил вас живым. И, как сказала раса, мы еще доживем до того дня, что мы привлечем к ответственности тех, кто совершили эти преступления. А относительно так называемых чеченских квистлингов, ну, к большому сожалению, квистлинги, вернее, к счастью, к счастью, к сожалению, квистлинги существуют, к счастью, это не чеченское изобретение. Это весь мир, когда знает, что это такое. И, конечно, мы знаем по истории во времена Холокоста надзирателями были люди из числа евреев. И сегодня Чечня абсолютно однозначно можно сравнить только с концентрационным лагерем, где руководство и управление этим лагерем поручено так называемым всем чеченоговорящим, лице Кадырова, Даудова и других. А чеченский народ, он действительно помнит с благодарностью и Анну Политковскую, и Наталью Астомирову, и всех тех, и вас, конечно, будет помнить. И мы уверены в том, что в истории чеченцев ваши имена останутся, и вы будете являться таким своего рода мостиком, объединяющим Россию и Чечню вот через эту пропасть отчуждения, которые оставили Ельцин, Путин и с ним же. Я говорю о мосте, который должен сотрудничать, потому что мы находимся, две эти страны, мы по соседству живем, и нам, мы обязаны просто наладить нормальные отношения и сосуществовать мирно. И я уверен, что у нас это получится благодаря таким, как вы, и другим людям, которые сегодня с пониманием относятся к тем событиям, которые происходят в Чечне и с чеченцами, и что выходит из Чечни. Андрей, спасибо вам большое. Спасибо, дорогой. Спасибо вам, дорогой Ахмат. Извини, что я встрял. Очень-очень хорошо, Амат, все хорошо. Сейчас я хотела бы вам представить человека, очень известного в Чеченской республике Ичкерье. Это Ихван Гириханов, бывший председатель конституционного суда Чеченской республики, а ныне председатель национального трибунала по преступлениям в Чеченской республике Ичкерье. Вам слово, уважаемый Ихван. Баркал, Баркал. Меня слышно? Да. Слышим. Я приветствую всех участников. Действительно, я долгое время находился, как говорится, за кулисами с момента моей добровольной отставки в 98-м году. Но это не означало, что я ушел с пути независимости, территориальной целостности и тех начинаний, которые начинали до нас Шейх Мансур, Байсангур Беновский и так далее. Но сегодня мы говорим также о великом сыне чеченского народа, который стоит в плеяде тех, которые я назвал, это Джохар Мусаевич Дудая. Я его соратник. Я единственный, как Ахмед говорит, живой человек, который стоял в высших эшелонах власти. И Джохаром иногда доходило до жарких споров по поводу строительства чеченского государства. Я также один из авторов Конституции, который сегодня многие хотят превратить в мяч, что он якобы плохо сделан. Но уверяю вас, тогда у нас не было ни времени, ни терпения. И мы приняли Конституцию, которая на полтора года раньше стала основным законом нового субъекта международного права Чеченской республики. Впоследствии она стала Эчкерии. Поэтому мне сегодня и радостно, и горестно вспоминать Джохара, так как этот человек и тогда был символом свободы, и сегодня символом свободы, я думаю, останется на долгое время, пока существует чеченский народ. Тяжело осознавать, что его нет среди нас. Если мы были бы в одном помещении, непосредственно его дух присутствовал бы. А так я не знаю каноны ислама, может ли душа по интернету, как говорится, расходиться. Но я уверен, что в любом месте, где произносит его имя, его дух присутствует. Я также хотел бы подчеркнуть, что мы с ним посещали и организацию непредставленного народа. Также я его сопровождал как член делегации и в Турцию, и везде, где он появлялся, почему-то у всех поднимался дух свободы. То есть бывает, что орел летает в горах, и все видят, что это свобода. Вот такой же орел, витающий над людьми, со своим характером, со своим духом, это был джихад. Поэтому о нем можно говорить много, долго, но с признания Ахмеда Закаева о том, что он мечтал еще в 95-м году, разгар войны, создание национального трибунала, это, слава Богу, осуществилось. И благодаря правительству Ичкерии путь наказания виновных против человечества и военных преступлений нами было начато еще в 95-м, 96-м годах, когда во главе с Галиной Старовойтовой мы создали общественный международный турбунал по преступлениям против человечества и военных преступлений Чеченской республики. И, кстати, один из пунктов обвинения, скажем, в кавычках, Галины Старовойтовой был этот общественный трибунал. И она также была вероломно убита неизвестно кем, но до сих пор мы, люди, которые с ним соприкосновались, соприкасались, можем сказать, что это был также человек доблести и чести. Созданный национальный трибунал, один из пунктов нашей темы сегодня, наказание виновных, это есть специальный орган Чеченской республики Ичкерия, самостоятельный, независимый, который будет расследовать не только последние события в 90-х годах, оно имеет целью собрать тот материал, который поставит перед мирным сообществом вопрос о геноциде и этноциде чеченского народа. Ахмед Закая, как пример, уже оглашал, какие сессии будут, я просто чуть-чуть повторю. И повторю, потому что это была мечта Жахара. Мы разобьем на три сессии каждые трое судеб, их будет всего девять, будут заниматься оценкой доказательств и фактов царского периода, советского периода и российского периода. Во всех трех периодах всегда присутствуют военные преступления, независимо от того, кто правил, или царь, или президент. Но это Россия. Поэтому я считаю, что, хотя уже подано, вернее, есть прецедент, Саидемий Ибергимов уже говорил, что он лично с правительством подали в Международный уголовный суд, но почему-то уже два года прошло, никто ничего не то, что не делает, приходится каждый раз напоминать. Думаю, здесь митингами мы не сможем помочь. Сознание человека, до сознания человека доходит тогда, когда есть упор в законодательной базе, трибуна, которая позволяет это сказать, и в нашем сегодняшнем форуме присутствуют люди обеленной, сединой, но с опытом парламентской деятельности, я думаю, что они тоже нам подскажут, как дальше идти в этом направлении. но непременно национальный трибунал по военным преступлениям должен начать работу в ближайшее время. Я уже со своей стороны создал базу, уже отослал премьер-министру, чтобы оно было потом утверждено государственным комитетом оккупации. И итог работы должен нам позволить зайти на трибуну ООНР, Совет Европы, Европарламента и положить на стол те доказательства и факты геноцида чеченского народа, как этноса в целом. Если мы это не сделаем, мы долго будем еще доказывать, потому что у каждого свои проблемы, наши проблемы волнуют только нас, но и чуть-чуть других, тогда, когда это нужно сказать. Но самое главное неправорежимые доказательства, которые будут собраны соблюдением внутригосударственного и международного права и положен на стол как доказательство вины, я думаю, что это станет тем аргументом, что мировое сообщество должно по крайней мере проснуться. Или мы ничего не сделаем. Вчера ночью со мной согласовали один текст, сейчас проходят митинги или прошли в разных городах, звонили мне из Вены, и одним из пунктов они согласовали со мной расследование расследование как можно быстрее и обращение в национальный трибунал Ичкерии расследование убийства политического лидера, вероломно убийства, сознательно убийства с точки зрения они думали, что лишив жизни Джохара Гудаева то весь остальной дух чеченского народа спадет. Наоборот, многие сплотились, поняли коварство российской стороны, как всегда их оценка и подпись стоит столько, сколько стоит эта бумага, на которой они расписались. Поэтому я думаю, что и расследование политического убийства нашего Джохара Гудаева станет предметом судебного рассмотрения Национального Трибунала по военным преступлениям Чеченской Республики Чеченской У меня все. Спасибо за внимание. Думаю, у нас такие конференции должны часто проходить. Дай Бог, чтобы в одном зале и мне было много что вам рассказать, то, что я не могу сейчас в словах говорить. Баркал, спасибо. Спасибо, уважаемый Ихван. Очень содержательная речь. Будем надеяться, что Трибунал очень скоро состоится. в следующем Спасибо.